Анатолий Третьяков родом из Романово, Косихинского района. Был призван уже в конце войны, в 44-м, сразу в войска НКВД. Рассказывает, учили не просто воевать, а проводить спецоперации, городской рукопашный бой. Полученные навыки пригодились уже после победы, в конце лета 45-го, когда Советский Союз начал наступление на захваченные Японией, союзников фашистской Германии, территории Китая и Кореи. Войну, продлившуюся меньше двух недель, называли «молниеносной». Задача, которая стояла перед такими, как Анатолий Третьяков, была своеобразной. На освобожденных территориях выявлять японских шпионов и диверсантов. Говорит, корейцы встретили их, как настоящих освободителей. Ребятишки идут спрашивать, русские, вы японцы, вот так вот, как можно раздавить. Ну, а эти старики благодарили. 40 лет они были подвигом. Спустя несколько месяцев, когда война завершилась окончательно, продолжил служить родине, охраняя ее рубежи на армяно-турецкой границе. Уйдя в отставку, вернулся на Алтай. Сегодня живет окруженный вниманием и любовью многочисленных родственников, для которых его военное прошлое – страница поистине легендарная. Мы очень часто на 9 мая ему дарим сухие пайки. И он все время смеется, потому что, он говорит, такого у нас никогда не было. И то есть там элементарно какой-то чай, который они там за папироски выменивали элементарно. И он говорит, что, конечно, смешно наблюдать уже вот эти современные пайки. Он говорит, такого у нас, конечно же, не было, роскоши. Несмотря на свои 90 с лишним лет, полон сил и оптимизма. А главное – интереса к жизни. Интересуется футболом, выписывает газеты, даже на концерты ходит. Его родные уверены, пожалуй, это главный урок, который могут дать нам люди военного поколения. Стараться наполнить жизнь позитивными эмоциями и событиями. Словом, радоваться каждому мирному дню. Илья Кочетков, Павел Лаурнин. Наши новости.